здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка соня всевышний призвал к себе муху и пчелу и спрашивает у первые муху скажи-ка дорогая муха как тебе там в моем мире там внизу муха так немножко засмущалась и говорит там можно честно отвечать всевышний говорит конечно для этого и призвал муха говорит но если честно так я отвечу так весь мир дерьмо всевышний обращается к пчеле и говорит а тебе как мой мир пчела так удивленно глядя на муху говорит я не знаю в каком мире живет муха но я живу в мире в котором цветы и сладкий мед мы с вами сталкиваемся по жизни с людьми иногда с людьми мухами которые все что они видят или все свои отношения для них это все дерьмо и мы с вами встречаемся с людьми которые положительные с которыми пообщавшись заряжаешься энергии оптимизма света жизни более того это не значит что люди делятся на мух и на пчел у каждого из нас бывают такие дни когда весь день мы себя чувствуем как мухи а бывает дни когда все хорошо и все ладится и все замечательно и птички поют и мы готовы пляски на лужайке пляж писать и что все это хорошо и замечательно так вот когда я беру в руки к третью книгу торы книгу вайкра она вся занимается вопросами жертвоприношений вопросами чистоты и нечистоты всяких что можно что нельзя и вот вы открываете эту книгу читаете недельную главу тазрия и там сплошные скажем так кожаные болезни всякие язвы истечения и вот понимаете когда я рассказываю моим группам о том как всевышний творил мир как он выводил народ израиль из египта как перед нами раскрылось море как мы стояли у горы сина это все вопросы это все таки и повествование глобальные красивые поражающие наше воображение и вдруг после такой высоты нас опускают на обсуждение вопросов язвах истечения их из тела и вот я стою перед моими группами у меня группы все очень эти люди интеллектуальные потому что торы и по крайней мере из бывших советских граждан занимаются люди которые хотят пойти дальше которые которые хотят продвинуться в духовную в духовном плане и вот у меня в группах все с дипломами все бывшие врачи инженера адвокаты то есть элиты интеллектуальная элита и вот когда я должна перед ними стоять и рассказывать им например открываем недельную главу и читаем и когда зачнет женщина и родит мальчика то нечиста она будет для своего мужа семь дней когда не родит она девочку то нечиста она будет для своего мужа 14 дней и вот представьте себе сидит сидят мои интеллектуалы и вот они слышат нечиста для мужа и во время своих месячных истечений вы можете себе представить как это воспринимают эту информацию женщины которые воспитаны на феминизме на на коммунизме на атеизме на том что религия это опиум для народа на всех измах которые только были у нас тоже вид современных религий и вот как это воспринимают женщины как мне и я преподаватель торы как мне и нужно объяснить так чтобы у них не было от торы отторжения чтобы они не сказали что что это такое что это за дискриминация женская так вот приходится объяснять на уровне мухи и пчелы все мы прекрасно знаем что есть люди пообщавшись которыми мы себя чувствуем уставшими раздраженными высосанными люди вампиры которые просто тянут из нас нашу энергию такие люди обычно жалуются они недовольны и они критикуют все им не так всем не так все это это все сволочи это все паразиты это это воры это и вы знаете вы с таким человеком пообщались и чувствуете как будто на вас вылили ушат с помоями после этого хочется прийти более того хочется прийти помыться более того вы сами чувствуете что вы раздражены вы на мир смотрите какими-то злыми и нехорошими глазами так вот это и есть та самая энергия смерти энергия смерти она уничтожает она разрушает и что такое энергия жизни энергия жизни это когда когда у нас есть надежда когда у нас есть радость когда смотришь хочется набрать полную грудь воздуха и крикнуть от счастья когда мы видим что-то красиво когда мы видим божественное творение когда мы видим потрясающий закат когда мы держим на руках новорожденного ребенка так много поводов радоваться жизнь вот это и есть энергия жизни но не всегда и все зависит от нас иногда мы мы ездим по дорогам иногда мы видим аварии а иногда мы можем не дай бог увидеть страшную аварию столкнулся со смертью сталкиваемся со смертью близких людей возвращаемся с похорон идем на шива или увидели на дороге вот эту аварию не дай бог если мы еще увидели подробности а не дай бог если мы увидели теракт или фрагменты тела человека и нас близко касается энергия смерти нужно очень много времени чтобы от нее отойти чтобы прийти в себя чтобы отойти от этого шока потому что столкновение со смертью она не просто потрясает она гнет нас к земле но прикипает нашу голову лишает нас энергии лишает нас жажды жизни лишает нас какой-то инициативы лишает нас желание жить и когда вы сталкиваетесь таким что рожениться когда человек сталкивается со смертью понятно что ему очень долго нужно выходить от этих страшных впечатлений более того сейчас сейчас начали поднимать в израиле слава богу этот вопрос когда солдаты целого нашей армии обороны израиля есть у них посттравматический синдром пост по пост боевой когда на их глазах погибали товарищи есть такие которые до сего дня не могут оправиться и несколько лет они уже как из армии освободились и тем не менее они не могут вернуться к нормальной жизни если перевести это на язык торы и мистики можно сказать что энергия смерти и коснулась и не оставила они смогли от нее очиститься вот именно об этом говорит нам тора что когда человек соприкоснулся с мертвым со смертью он нечист какое-то время ему нужно очиститься ему нужно окунуться в миквы миквы это живая вода то есть вот эта живая вода она а убирает от человека энергию смерти и можете сказать ну хорошо когда это связано со смертью это понятно но рожениться как рожениться что может быть более жизнеутверждающего более радостного чем женщина которая принесла жизнь ей после этого нужно дарить букет 5 букетов 10 букетов и нужно дарить подарки это женщина которая прибавила жизнь в мире она принесла в этот мир привела нового человека новую душу и вдруг она становится нечиста семь дней после мальчика и 14 дней после рождения девочки и вы стоите и вот тут вы уже ничего не понимаете это нонсенс это как как говорят когнитивный диссонанс что-то с чем-то не сходится и вот давайте попробуем объяснить то что сказано в наших источниках женщина которая носит себе дитя она если первые месяцы беременности она только знает что он в ней есть и это только токсикоз это какое-то неудобство и чем больше ребенок растет в женщине сама мама я я бабушка, я это все прошла, я это все сама через себя провела и прочувствовала, чем больше в ней растет ребенок, тем больше ты с ним срастаешься, ты чувствуешь биение его сердца, ты чувствуешь его движение, ты с ним, в тебе растет новая жизнь. И этот восторг невозможно объяснить тому, кто это не пережил, кто это не прошел. И вот наступает тот великий день, когда рождается новый человек, и ты стала мамой. И вот этот ребенок из тебя вышел, и вот тут приходит та самая послеродовая депрессия. Что это такое? Да, она бывает не у всех, но что такое послеродовая депрессия? Вот ты жила, вот он жил в тебе, и вот он уже отдельно, он уже живет своей жизнью, он отделен от тебя. А что осталось в женщине? А в женщине осталась пустота, кровь, слизь. И вот эта пустота, вот это опустошение, опустошенность, это место тут же занимают силой нечистоты, силой тума. Вот эта тума – это энергия смерти. Недаром рожениться, первые семь дней она находится в большой опасности, это большая опасность для ее жизни. Более того, проходит еще какое-то время, и женщина все еще находится, как бы, гораздо в большей опасности умереть, чем женщина, которая не рожала. То есть даже если это не видно глазом, то медики вам подтвердят, что женщина в этот период после родов, она невероятно подвержена всяким опасностям, заражением, всяким инфекциям, то есть она очень уязвима. И вот, когда женщина рожает мальчика, то первые семь дней страшная душевная пустота. Вот эта вот пустота делает женщину нечистой, потому что свято места пусто не бывает. Это пустота, это энергия опустошенности, энергия того, что с нее что-то вышло, и она осталась пустая. И вы можете сказать, да, на восьмой день делают обрезание, и женщина снова входит в вот этот вот круговорот жизни и забот, и она возвращается к жизни. А первые семьи – это боль, это кровь, это начало кормления, и вот это все делает ее нечистой для ее мужа. А почему девочка 14 дней, в два раза больше? Как мы уже говорили, женщина – это генератор новой жизни. Когда у нее рождается девочка, это в два раза больше. Это в два раза больше жизни. И когда эта девочка из нее выходит, она в будущем тоже станет мамой, она в будущем тоже станет тем же генератором жизни, продолжением жизни, продолжением всего живого на земле. И поэтому женщина, которая рожает девочку, с энергетической точки зрения, ее депрессии, ее пустота, опустошенность, она больше. Это то, что утверждают наши источники. Кто мы такие, чтобы спорить с мудрецами, которые получили свои знания прямо от Всевышнего. И по поводу энергии смерти, одна замечательная история, подлинная. В Америке был один человек, еврей, как-то ехал по дороге, и прямо под колеса ему вдруг выскочил какой-то старик. Смерть его была мгновенной. И этот человек, его жизнь была разрушена в одночасье. И несмотря на то, что камеры, видеонаблюдения показали, что шофер совершенно не виноват. И старик этот практически, не было у него шанса выжить, и его оправдали. И вот этот вот человек, который сбил старика, и который помнит вот это лицо, лежащее на земле, он места себе не находил. И он пришел к Любовичевскому Рэбе спросить, как он может продолжать жить. Он сказал, что я с тех пор, я ни одной ночи не спал спокойно. Я только себе представляю, что я лишил жизни старика, который ждал этой пенсии, который ждал, чтобы насладиться последнего года своей жизни, и я его убил. И Любовичевский Рэбе сказал, «Не переживай, ты уничтожил семя Амалека». Амалек – это тот враг, который враг еврейского народа еще и со времен выхода из Египта. И это те ненавистники евреев, которые только мечтают, чтобы нас уничтожить. Прошел целый год, человек все равно не смог вернуться к себе, и жена предложила, давай так, давай мы продадим квартиру, давай мы купим новое жилье, мы сменим обстановку, и ты начнешь жить. И купили они небольшую квартиру в соседнем квартале, и когда они зашли в эту квартиру, естественно, сделали ремонт, и этот человек стал на антресолях наводить порядок, наследники, в этой квартире жил человек, у номера наследники продали квартиру, и вот он там наверху, на антресоле нашел старые альбомы. Он их снес вниз, он сел с ними, сел их листать, и к его ужасу он увидел лицо этого старика, которого он сбил, он жил в этой квартире, и к еще самому большему ужасу он увидел его в молодые годы фотографии в нацистской форме, и были фотографии там, где он расстреливал евреев. И тогда он пришел с этими фотографиями к Любавическому Рэбе и сказал Рэбе, вы сказали, что я уничтожил семя Амалека. Я не знал, что я убил нацистского преступника, который много лет прятался. Любавический Рэбе сказал, я надеюсь, что наконец энергия смерти, теперь ты понял, почему она так долго тебя не оставляла. С этого человека вышло так много зла во время его смерти, так много, что тебя накрыло на целый год. Надеюсь, теперь ты понял, что ты спас мир от еще одного человека, который был ходячий смертью. Давайте мы с вами будем только на стороне жизни. Давайте мы будем с вами теми пчелами, которые несут радость, цветы, мед, и радость другим людям. И никогда не будем уподобляться этим мухам, которые видят и летят на все плохое. С вами была ваша бабушка, Соня. Редактор субтитров подогнал «Симон»